Десногорские бойцы продолжают покорять всё новые спортивные вершины. Заявить о себе удалось и на первенстве России, которое проходило в Орле в период с 21 по 27 февраля. Первенство России – это итоговые всероссийские соревнования, которые закрывают годовой цикл чемпионатов и турниров внутри страны. Своего рода кульминация противостояния российских спортсменов друг к другу, после которой лучшим открываются двери на международную арену. Этот февраль собрал на первенстве более 900 борцов из 57 регионов страны. И одним из них стал Иван Новиков – скромный парень из Десногорска, член клуба единоборств ДЭК. «Это мой самый большой опыт, первенство России. Сильные были соревнования. Я как бы первоначально занимался боксом, но перешёл на рукопашный бой». Цена билета на Россию – неустанные тренировки. Приходилось совмещать два занятия сразу. Сначала родным боксом, которым занимается уже пять лет с тренером Сергеем Мухиным. Затем новым для себя рукопашным боем. Перестроиться ему помог президент Федерации по рукопашному бою Смоленской области Александр Дальменко. А дальше предстояло применить полученные навыки на отборочных этапах. «Всероссийский пьедестал пока не покорился Ивану. Но заявить о себе, главное – поверить в себя, всё же удалось. До заветной тройки лидеров не хватило совсем немного. В итоге – четвёртое место. А ведь это был всего лишь его четвёртый бой». «Соперник был довольно опытный, я это на себе почувствовал. Я видел, сколько он потратил усилий достичь такого результата». «Я очень доволен, что Ваня, даже имея столько мало боёв, поехал на этот турнир и не отказался ничего. Молодец. Это Россия, там слабых не бывает». Перезагрузка единоборческих секций в городе Атомщиков началась в 2020 году. Тогда Десногорск возглавил областную федерацию рукопашного боя. Началась планомерная активная работа по развитию этого вида спорта по всему региону. «По области на данный момент у нас несколько городов входит в нашу федерацию. Например, Смоленск, Рослов, Вязьма, Ярцево, Хомжинки сейчас к нам подключились. Плюс ещё Тёмкина, такие районные центры небольшие. К нам подключаются потихонечку люди, потому что они видят, что федерация начала делать. То есть за этот год мы столько сделали, что люди к нам просто-напросто начали потихонечку подтягиваться». До Ивана на России от Десногорска выступали лишь однажды, в 2019 году. Теперь же, когда в единоборство города вдохнули новую жизнь, есть все основания рассчитывать на выход десногорских бойцов на новый профессиональный уровень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова